Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Привет, что поешь? Привет. Слушай, да вот лето заканчивается, знаешь, как-то жалко. То есть у тебя есть какое-нибудь событие такое, которое прям было лучше этим летом? Так, вагоны маленькие тебе. Так, давай-ка рассказывай. Ну, во-первых, смотри, в теплице помидоры нас пели такие вот сочные, наливные прям. И много, знаешь, много. Во-вторых, лук не лег. Ну, то есть он лег, но попозже лег. То есть успел созреть луковицы такие большие, классные. Это еще ладно. Медовая слива. Через три года начала плодоносить. Прям. Слушай, ну это же все про сад. Ты же садоводу заделась. Это вообще, это не только мое главное событие, или это радостное, это еще моей бабушке. У тебя такое событие? А у меня что? У меня вечерняя вятка, каждый будний вечер. Ну, а что ты расстраиваешься? И постоянство признак мастерства, поэтому пойдем подтвердим наше мастерство. И осенью мы тоже будем с вами. Но это спойлер. Доброго вечера вам. Отличного понедельника, друзья. Ура! 31 августа на календаре. Все, друзья, прощаемся сегодня с летом. Встречаем осень и в нашей компании, в компании вечерней вятки. Так, ну-ка успокойтесь. Утрите слезы. Ничего страшного. Будет еще бабье лето. Его обещают, поэтому лето далеко не ушло. Лето где-то еще не за горами, поэтому вечерняя вятка все с той же летней теплотой начинает свою работу в этот замечательный понедельник. В этой студии Алены Милина. И Максим Кропотов. Ну что сегодня будет происходить? Мы в прямом эфире. Значит, что общение с вами будет происходить вот так вот, тет-а-тет, да? Посредством вашего гаджета, посредством вашего телефона. Берите его в ручки, заходите в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» и пишите нам свои сообщения. Сегодня есть тема этого вечера. Что за тема? Расскажи всем. Лучшие события этого лета. Сегодня вы делитесь своими классными воспоминаниями. Что у вас было такого замечательного, что вы делали, возможно, этим летом. Ну а также мы сегодня будем составлять некий топ, да? Будем составлять топ, даже если вот, знаете, ничего такого громадного, глобального в вашей жизни этим летом не произошло. Все равно была какая-то, ну хотя бы маленькая, но радость, за которую вот стоит зацепиться, вспомнить, и на душе сразу станет теплее. А также, если вы напишите ее нам в группу «Девятка ТВ Киров» под постом с прямой трансляцией, мы еще немножечко вам согреем нашим подарком. Да, друзья, потому что сегодня у нас есть классный сертификат, сертификат в оптику аж на тысячу рублей, друзья. Аж на тысячу рублей. Да, поэтому мне кажется, что к новому учебному году это очень даже полезная вещь. Ну, в целом, да. Также вы можете набрать номер телефона 351404 со своего телефона и попасть к нам в студию и рассказать, как прошло ваше лето, какое замечательное событие там произошло. Также, возможно, передать привет, передать поздравление кого-то, немножко пожурить. Мы даже это разрешаем в нашей студии. И ваш голос услышит вся область. Этого бояться не стоит, потому что я уверен, что у наших зрителей самый прекрасный голос на свете. Это точно. Ну что, мы все пароли и явки вам уже обозначили. Тема вечера сегодня – это лучшее событие этого лета. Мы сегодня вспоминаем все самое важное, все самое необходимое. Пишите в группе ВКонтакте, рассказывайте, что у вас чудесного произошло. Возможно, это был, знаешь, просто провод, допустим, заката. И ведь это тоже классное событие. Не стесняйтесь, пишите обо всех мелочах, обо всех ваших интересных замечаниях этого лета. Для меня вот, наверное, даже такое классное событие было бы, если бы оно случилось. Это просто посещение пляжа. Я уже три года не бывал на пляже. И вот вдруг у кого-то было, поделитесь этим, и я порадуюсь вместе с вами. Да, ну что, все, мы вам сказали, что нужно делать, обозначили вам подарок. Самое время, друзья, двигаться дальше. У нас сегодня есть для вас сюжет. Это, между прочим, опрос. Мы решили в этот последний день лета, 31 августа, выйти на улице, посмотреть, какая погода. А во-вторых, спросить у людей, что же такого у них произошло за это лето. Добрый вечер, друзья, с вами Алексей Власов. Сегодня мы выясним самое яркое событие за лето у кировчан. Мы начинаем. Ну, путешествие с семьей. Куда путешествовали, расскажите? Ну, по России, по машине. Это одна работа. Все так скучно? Да нет, почему? Работа – это не скучно. Любимая работа, да? Да, конечно. Не одна, а две. Это не на камеру, однозначно. Ну, мы ездили с моим молодым человеком на речку и отдыхали там целый день. Мы ходили по водопадам и по горам. Поехали. Поездка. Куда? Сюда, в Киров. А что яркого? Вся жизнь яркая, на самом деле, понимаете? Как к одно мгновение. Вот так вот. Самое яркое, наверное, это то, что я подарила бабушке. Ну, будет так звучать, но так как я студент, для меня это очень такое событие. Я подарила бабушке стиральную машину. Ну, я, это, в деревню ездил. Вот. Веселились, на мотоциклах катались. Было весело практически все лето. Да. Наверное, поездка в горы. Куда ездили, рассказывайте. Ездили в Сочи. Только что вернулись, поэтому, наверное, самое запоминающее событие. Самое яркое событие летом. Поездка в Москву. И как в Москве? Очень хорошо. Вот недавно только что, буквально вернулась два дня назад. Похорошела Москва при Собянии? Похорошела. Асфальт новый, все хорошо. Ну, максимум только в аквапарк ездил. Как тебе в аквапарке понравилось? Ну, так пойдет. Я сделала лазерную коррекцию зрения. Слушай, поздравляю, теперь ты видишь этот мир четко, да? Да. Я тебе завидую. Хорошо? Ярче ничего нет. Я только рад за кировчан, за то, что у них такое яркое и сочное лето. А какие события больше всего запомнились вам, Макс и Алена? Ну, Коля, вопрос этот прозвучал? Прозвучал. Какие нам запомнились? Знаете, очень хорошая фраза, только что недавно была в вопросе про это лето. Ну, так пойдет. Очень мне понравилось. Ну, лето, ну, так пойдет. На самом деле, очень много было интересных событий. Каждый вечер мы по будням выходили, приходили в эту студию, садились, общались с вами. И вот это вот каждый день, это самое значимое событие для нас. Да, это точно, друзья. Ну, а сейчас спросим у Николая Захарченко, какое было значимое событие этим летом? Прямо сейчас он с нами на связи. Коль, вспомни, было ли какое-то значимое событие в твоей жизни этим летом? Ой, ребята, не представляете, очень много. Ну, давай, хотя бы одно. Ой, нет, нельзя об этом говорить. Ну, было очень много. Но радостное событие, мы про радостные события сегодня говорим. Все, вот все, какие были, все состоялись. А, о, что, купил себе приставку. Вот это событие! Мне подарили игровую приставку, вот так. Теперь ты в клубе лентяев. Ну, не совсем, не совсем. Я пока еще ее не включал, да? Я там хожу, внутри, я же там хожу, бегаю. Хорошо. А ты к нам пришел сегодня с твиттером? Конечно. Рассказать, что солнце встало? Ну, тогда давай, дерзай. Погнали, первый твиттер. Обсудим. В связи с пандемией коронавируса в Петербурге продлено действие противопожарного режима. В частности, до 4 сентября запрещено разводить костры рябин. Ооо, а знаете, почему запрещено? Потому что 3 сентября костры рябин. Ой, вот все, сейчас спасибо, Николай. Что-что, а тебе огромное спасибо, потому что сейчас песня 3 сентября очень глубоко куда-то закопалась сюда под корочку. Я думаю, прямо до 3 сентября. Да, это точно, это же хотел сказать. Я думаю, что как минимум до 4, вот как раз, когда противопожарный режим закончится в Петербурге. Идем сжечь рябины. Да, все. Хорошо, двигаемся дальше. Если человек едет с включенной аварийкой, то он просто бесконечно благодарит вселенную за каждое мгновение. Ооо, а я-то думаю, что с этими людьми? Оказывается, они просветленные. Они говорят, спасибо тебе, мир, за то, что есть АИ-95. А есть еще АИ-98. Да больше бог с ним, я тебе скажу, и дизель-то даже есть. А кто-то за газ благодарит нашу страну. Одна компания. Одна огромная компания. Там менеджер этой компании, потому что понеслась, да? Да. Ну что, двигаемся дальше. Дальше, меня возмущает, что стюардессы объясняют технику безопасности под фонограмму. Я за билет трикосаря дал. Я хочу вживую. Конечно. Вот и сейчас я могу сказать это четко, потому что я все-таки слетал на самолете, и я слышал эту фонограмму. Ну, хотя бы, чтобы музыку наложили, чтобы она не просто там... Это же не фонограмма, там же говорит пилот. Нет, капитан корабля, он говорит просто, что мы куда полетим сейчас и как все будет. И какая температура за бортом. А есть типа авиакомпании, вот, которых там, допустим, какой-нибудь Гарри Харламов объясняет правила, чего там делать надо. Я предлагаю собраться всем рэперам и записать нормальный трек. И выйти из страны. И вылететь из страны под эту фонограмму. Нет, записать нормальный трек, что там. Эй, ребятки, там кое-что сзади открывается при аварийной посадке. Там, е! Не, лучше конкретно говорить, что открывается. Кое-что не надо говорить, а то они не поймут. Ну, я просто не помню, что. Я так просто попытался придумать рифму. Хорошо. Давай дальше. Жизнь, это когда тебе все время нужно что-то купить. Ох, вот это точно. Ты сейчас должен кадр посереть. На ваших телеэкранах должны пойти капли дождя. Включится трек Максим. Немножко взгрустнуться. Вот, кстати, вот я могу сказать, что вчера у меня не было настроения. Я решила себя порадовать шопингом. Я зашла, я смотрю, я ничего не могу выбрать. И я поняла, что мне очень грустно, ребята, в этот момент. Я думал, сейчас Алена скажет, я зашла в магазин. Посмотрела, что купить, а нечего, потому что у меня уже это все есть. И этот тоже. Смотрите, я... Маргарин. Вчера зашел в магазин и... Здравствуйте, новые вещи. Все. Ну, я все, что нашел, все купил. Все купил? Вообще все. У тебя мое настроение просто передалось. Я вчера вот... Я один за молоком ходил. Восемь лет не мог обновить бутсы для футбола. И вчера обновил. Впервые за восемь лет. Смотрите, ну, те служили хорошо, но вот решил... Ну, все, Коль, наконец-то, спортивное телосложение снова тебя посетит. Да, между прочим, 5 килограмм сбросим. Вот, хорошо. Где? Не говори где, а то я подберу. Это уже подобрал. Спасибо. Хорошо, двигаемся дальше. Двасовская. Приложение ошибки прошлого расходует вашу эмоциональную энергию в фоновом режиме. Ох. Это писал разработчик, мне кажется, какой-то, да, приложение? Этого приложения. Это твоя бывшая писала просто. Поэтому смело удаляйте ошибки прошлого, чтобы не расходовать энергию. Потому что есть приложение в телефоне, которое просто так, даже вы ее не пользуете, они расходуют энергию. Ну, либо установите клинер, который чистит все приложения за тебя. Это новая девушка, да, получается? Вот, как вот мы переложили все на реализу. Ошибки прошлого бывают разные. Там, говорят, за некоторые люди в тюрьме сидят, так что давайте без этих вопросов. Но нынешняя все исправит. Возьмет все на себя. Да. Если любит. Давай дальше. Двигаемся дальше. Средневековый аналог лайков – это количество поставленных за тебя свечек. Ой, ребята! Храни тебя, можно все нормально. Да, все. Во славу тебе! Да, да, да. Чтобы заздоровиться, чтобы жилось хорошо. Ну, вот такая вот средневековая спонлайн-сеть. У них там не было лайков. Ну, что делать? Надо, чтобы все это было. Ну, они же делали вот так. Молодец, от святополк. Убил дракона. Были же драконы раньше? Да, конечно. Эти бабушки так до сих пор делают. Я за тебя лайк поставил, чтобы ты экзамен хорошо сдал. Церковь, правда. Так, финальное. Это супер-каламбур. Мой любимый. Последние вот уже пять дней, по-моему. Давай. После удара лопаты, жизнь дождевого червя разделилась на до и ждевого червя. Вот это да. Но самое главное, что эти до и ждевого червя живут своей жизнью нормально. Да, сейчас это два полноценных дождевых червя. Да, и можно продлить рыбалку в два раза дольше. Лайфхак. Вы забирайте. Пользуйтесь на здоровье. Ну что ж, Николай, спасибо тебе большое. Друзья, у нас прямо сейчас на связи был Николай, а кто-то еще рвется к нам в эфир. Так, кто же это? Алло, алло, говорим мы вам. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорим, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Руслан зовут. Тот самый. Как поживаете, Руслан? Наш постоянный звонитель. Ну что, Руслан, сегодня последний день лет. Рассказывайте, какое лучшее событие за это лето было у вас. У меня очень много было событий. Самые яркие это дни рождения. Так, чье последнее вы отвечали? Значит, сначала вот было у мамы день рождения 16 июля. Так. Вот ей кстати привет. Вот. Потом, значит, у сестры 28 июля. Так. День рождения. И у меня 30 июля. Так. У вас в конце июля деньги вообще остались? Вообще, ну, это уже вопрос не для эфира, я так считаю. Не для эфира. А как отмечали? Может, какие-то подарки были? Поздравления какие-то запоминающиеся? Расскажите. Подарки, подарки, подарки очень хорошо, было вообще супер. Вот. Значит, ну, маме это... О, и в принципе... Куда сейчас теряться? Цветы. О, хороший подарок. И все. Цветы и все. Ну, не только. Ну, не буду тоже говорить, что... Хорошо. Секрет. Это ваше... Она не смогла приехать на свой день рождения, так как она отвечала его за городом. А на мой день рождения приехали, мама, 31 числа, мы отвечали за 31-го, отвечали. Все, отлично. Ну, замечательно. Я надеюсь, что впереди осень, там тоже много дней рождений будет, поэтому еще все яркие события. Кстати, вас поздравляю. С чем же? С первым днем осени, завтрашним. Спасибо. Спасибо. Вот, заранее не поздравляю, но тем не менее, огромное вам спасибо. С таким практиком можно. Маги, привет. Максим знает, кто это. Это сын. Я в курсе. Это для всех. Ну, что ж, Руслан, спасибо вам огромное. Мы обязательно с вами, мне кажется, что увидимся еще завтра, поэтому вы тоже смотрите нас. Если получится, то дозванивайтесь, пишите, продолжайте, потому что сегодня классный подарок. Сегодня мы обсуждаем, между прочим, лучшие события этого лета и дарим вот такой вот сертификат в оптику. Ну, а, друзья, есть еще одно событие этого лета, которое, между прочим, прошло в минувшую пятницу. Вы знаете, что мероприятия все отменены, да, были очень долгое время. Но блогеры так скучали по этому событию, и что решили в пятницу собраться. И что из этого получилось, какие у них были новые ощущения, узнаем прямо сейчас. Открытие новых заведений в нашем городе – отличный повод собрать блогеров на вечеринку. Инсталюди соскучились по мероприятиям, поэтому в этот вечер снимали и фотографировали каждый момент. Сегодня так здорово, собрались все мои знакомые, друзья, я всех так рада видеть. Тем более мы не виделись, ну, наверное, с февраля, с января, когда вот еще не было всего вот этого. И так здорово снова накрасить губы красной помадой и выйти в люди, наконец-то. Все отлично, настроение шикарное, место классное, ощущение просто пушка. Мы соскучились по живому общению и очень рады друг друга все видеть. Это просто потрясающе. Ты приходишь сюда, и здесь такая атмосфера уютно. Мне самое главное важно, что здесь хорошие люди. Когда хорошие люди, всегда будет хорошая атмосфера. Зайдя сюда, я почувствовал сразу атмосферу тусовки, движки. И поэтому думаю, что сейчас мы очень хорошо здесь посидим. Если честно, за последние, может, полгода это первое мероприятие, которое я посетил. И как-то непривычно, потому что от выхода всегда есть какое-то ощущение праздника, да, и думаешь, как будет. Я зашел и сразу понял, что здесь будет круто. Красивое заведение. На столах все накрыто очень красиво. Я думаю, что вкусно пока не попробовала, но у меня уже девочки сели, говорят, мы пошли скорее есть все пробовать. Здорово, что центр города. Как сделать классную фотографию с такого мероприятия? Для блогеров, возможно. Как классно? Ну, самый простой совет. Найдите свет, встаньте перед светом, сделайте селфи, и все, фотография готова. Нужно снять самые фичечки этого заведения. Интересное оформление блюд, интересный интерьер. Я еще обратила внимание, что картины тут висят, и я знаю, что их еще можно приобрести. Яркие воспоминания от этого вечера еще долго будут храниться не только в телефонах гостей, но и в душе. А чтобы освежить их, достаточно вновь вернуться в эту атмосферу. Ну что ж, друзья, вот так вот иногда полезно вместе собраться, да, и сделать классные фотографии. Друзьями, блогерами. У нас в Кирове, оказывается, есть блогерские, как это правильно называется, сходки. Сообщества. Сообщества, я бы даже так сказала. Ну что, прямо сейчас у нас тоже есть еще одно, я считаю, тоже это блогеры, это наши телезрители. Потому что они пишут нам в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров, друзья, и сегодня выигрывают вот такой вот классный сертификат в оптику аж на тысячу рублей. В общем, не тайми. Что для этого нужно сделать? Да. Зайти в группу ВКонтакте. Хорошо, давай. Девятка ТВ Киров, друзья. Что там сделать? Там есть прямая трансляция, вы пишите в комментариях под ней лучшее событие этого лета, чем оно вам запомнилось. Видишь, у меня уже рука вот, я уже начинаю нервничать, потому что я хочу узнать, что же написали телезрители. Ну что ж, поехали. Давай. Алина Шабулина, ой, какие вы красивые и сердечки. Вы тоже очень красивые, все, без исключения, особенно вы. И вы. И ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и все. Не была в отпуске, впервые, и это счастье, вот так вот. Вот такие вот. Люблю свою работу, хэштег. Нет, обожаю свою работу, вот такие хэштеги. Нет, ну это классно, но для меня, ну все равно, ну для большинства же, ну чуть-чуть же, это странно. Скажем, я не сходила в отпуск, и это радостное событие. Ну, кстати, у меня тоже не было отпуска, я тоже, знаешь ли, не грущу абсолютно. А Виктория Макарова, этим летом я впервые узнала про вечернюю вятку, и в этот же день я выиграла свой приз. И Алина Шабулина пишет, и я, ребята. Вечерняя вятка, исполняем мечты. Вы наши зайчики, вы наши котики. Пишите нам еще. Вот напишите сегодня, как будто в первый раз. И вдруг вам еще раз повезет. Повезет, это точно. Тена Лукина, у мамы юбилей очень классно отметили, собрали всю семью вместе. Вот видите, дни рождения, юбилей, это то, что действительно вам западает в душу. На самом деле, скорее всего, запала в душу не сам, а вот день рождения. Именно то, что собрались всей семьей, повидались, пообщались. Классно. Сестры, братья, деверь приехал. Почему бы и нет? Алексей Власов, устроился на работу мечты. Леш, вы вас поздравляете. Алексей, напишите на какую. Очень интересно знать. Лина Шабулина, напишите в комментариях адрес, куда идти на приставку. Коля. Николай, к сожалению, уже... Я думаю, что мы передадим Коля. Коля напишет вам в комментарии ответ. Адрес. Куда приезжать. Адрес, да, все, год. А Виктория Бронникова отметила второй раз в жизни свой день рождения в компании друзей. Слушайте, ну это здорово. Так здорово, что нам пишут двухлетние девочки. Ключи, на самом деле, нет, все нормально. Нет, ну, дни рождения действительно можно отвечать, особенно у тех, у кого, когда было все закрыто, да, вот, например, весной. Сейчас можно отвечать еще раз, еще раз. Конечно. Класс, надо тоже отметить еще какой-нибудь праздник, который мы не смогли отметить. Праздник в пандемию. Да. Карманный поэт с помощью интриг и хитрости увеличил свой доход, вернувшись на прежнюю работу почти в два раза. Представляете, как круто. Два раза дороже, в смысле, стало жалование у человека, или что? Да, видимо, какие-то гонорары увеличились у него. Расскажите всем, я думаю, что всем телезрителям интересно, что же это за хитрость, что же это за махинация. Что же это за работа такая? Но, давай сразу поставим рамки. Если эта история не для налоговой, тогда не пишите. Серега Лимон возобновил отношения со своей девушкой, с которой разошелся много лет назад. Скрепляется сердечки в пандемию. В этом моменте мы так, как это мило. Это летом случилось. Мы вообще всем желаем найти или вернуть свою любовь. Настоящую. Конечно. Этим летом я ездила купаться. Настя Береснева. Вот ты просил. Я за вас так рад. Знаешь, иногда так вот это сказать. Я так рад. Расскажите, куда ездили. Расскажите, получилось ли загореть. Да. Как там вообще все проходило. Почему никто до сих пор не написал? Самое радостное событие это было съездить на дачу, поработать на грядке. Потому что это ты уже сказал. Где все эти люди? Почему я один такой? Алина Шабалина ездила на мотоцикле много раз, очень много раз. Лето на мотоцикле. Съездила из Котельнича в Киров на мотоцикле. Вот так вот. Я вообще боюсь водить. Поэтому я не знаю. Для вас, возможно, это радостное событие. Если бы у меня это случилось, у меня был бы стресс. Карман и поэт поучаствовал в проекте «Девятка ТВ. Скажи». Правда, пришел в понедельник и пришлось самому себя снимать. Друзья, потому что нужно приходить в субботу. В субботу с 12 до часа. В один из торговых центров нашего города, что насчерся. Знают они, куда идти. Просто не знают, видимо, в какой день. Серега Лимон тоже отметил отлично свой день рождения, который не отмечал много лет. И это здорово. А еще Серега Лимон сделал ремонт. Вот мы вас поздравляем. Вот, Серега, мне кажется, что близится что-то к свадьбе. Подождите, подождите. Никогда не говорите «сделал ремонт». Потому что один раз начав ремонт, его уже не закончить. Ремонт – это то событие, которое не заканчивается никогда. Уж поверьте. Слушайте, вот Роман Гордеев шутит. Пишет, что не для эфира, но мне кажется, что это можно прочитать. Ну тогда давай. «Ведущие меня красивым назвали. Он закрывает глаза в этот момент смайликом. Похоже, у вас медосмотры вообще не проводят». Друзья, проводят. Проводят, но мы не проходим. Просто мы считаем, что наши зрители самые красивые. И что нам не надо ходить на медосмотр. Вот и все. На самом деле, да, вы самые красивые всегда. Виктория Макарова ездила к бабушке в сад. Вот, оказывается, есть человек, который все-таки… Вот она, моя аудитория. И Настя Береснева пишет. И я тоже. Все, создаем сообщество ВКонтакте. Мы любим грядки. А по поводу пляжей и купания Настя пишет. Было весело, вода была теплая. А Руслан Лышаков пишет нам. Благодарю за онлайн-общение. Я вас не слышал. Пришлось ваши вопросы из телевизора слушать в телефоне. Тишина. Мы разберемся. Да. Спасибо, что за обратную связь. Все технические моменты. Смотрите, зато ваш прекрасный голос слышала все области. Это точно. Этого не отнять. Ну что ж, друзья, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало здесь, в прямом эфире, все, что вам нужно сделать, зайти в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», написать там в комментарии под постом с прямой трансляцией. Сегодня мы спрашиваем у вас, какое лучшее событие этого лета у вас произошло. И дарим подарок самому главному, самому активному нашему зрителю. Комментатору. Комментатору. Это сертификат в оптику на 1000 рублей. К новому учебному году. Это просто, мне кажется, отличный подарок. Это точно. Ну а сегодня мы не могли обойтись без наших гостей. Мы никогда без этого не можем, понимаете? Причем у нас сегодня гости, как это будет, наш издалека это завести. Очень много людей во время пандемии, которые живут одни или вдвоем, им скучно заводили живот. Это ты не очень издалека, я бы еще дальше. Хорошо. Если у вас есть питомцы или если вы мечтаете кого-то завести, или, возможно, еще просто думаете, нужно мне вообще это или нет, подходите поближе к экранам, потому что прямо сейчас, я думаю, что ответы на все вопросы мы получим. А кто же наши гости, узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у вечерней вятки Роза Орлова, главный ветеринарный врач, и Иван Онегов, ветеринарный хирург-эндоскопист. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашим гостям. Иван и Роза уже у нас в гостях. Здравствуйте. Как ваше настроение? Начинаем. Чуть лучше, чем у вас. Чуть лучше? Воу-воу-воу-воу-воу. А вот это заявочка. Это вызов, вызов принят, хорошо. Рассказывайте, да, почему. С чем связано хорошее настроение? Профессиональный праздник, выходной. Ух ты. А у вас профессиональный праздник, выходной? Уходной, да. У нас, да. Это совпадение. У нас, да. Остренные работают. Только у вас двоих? Да, у нас двоих. У нас двоих. Вот так вот, оказывается-то. Можно по два человека в профессиональный праздник с работы отпускать. Ну что ж, мы вас, во-первых, поздравляем. Спасибо. Спасибо. Расскажите, как вообще пришла такая у вас идея, что вы решили посвятить свою жизнь животным, их спасению, их здоровью? Как решили стать врачами? Начинай. Я продолжу. Поступали в институт. После заканчивания института поступали в работу. Мы с ними сразу пришли в ветеринарную клинику. Там был путь от разных ступеней. И потом уже дошли до клиники. В клинике очень великолепная работа и очень нравится. Как решили? Ну то есть, понятно, поступали в институт, но до этого же было принято решение на какую профессию. По-честному, было поступление в два института. Педагогический и в сельхозакадемию. И поступили в оба. Потом в итоге вы стали выбирать, где учиться пойти. Ну, молодое поколение сказало в сельхоз идти. Ну, старое поколение сказало, учителя всегда нужны. Ну, нет. Молодежь оказалась вернее. Молодость победила опыт. Молодость победила, да. Ну что ж, замечательно. Иван, а как вы? А, у меня папа ветеринар. Я с 10 класса уже целенаправлен на подготовительные курсы. В первом потоке все сдал. Это прекрасно. Ну что, у нас, знаете, сейчас есть тема. Во-первых, у нас сегодня это лучшее событие этого лета. Если у вас что-то интересное, что происходило. Да, какое лучшее событие этого лета было у вас? У нас лучшее событие этого лета у нашего руководителя юбилея. Этим летом. Вот так вот. Этим днем. Этим днем. О, сегодня? Да. Как зовут руководителя? Давайте будем поздравлять. Жаворонкова Наталья Алексеевна. А, Жаворонкова. Наталья Алексеевна. С юбилеем. Наконец-то вам 20. Как всегда. Вам 20. Мы с этим вас поздравляем. Поднимите, пожалуйста, зарплаты двум замечательным людям, которые вспомнили о вашем юбилее. Ну что ж, я думаю, что ответите обязательно еще впереди. Отмечание вечером. Завтра, возможно, да. Как совпало все. А вот у нас еще какой есть вопрос. Значит, смотрите, сейчас конец лета. И многие возвращают своих домашних питомцев с дачи. С дачи домой. Да, есть такое. Что нужно сейчас, на что обращать внимание для тех, кто вернулся вместе с кошечками, собачками, что там нужно пройти, может быть, какие-то особые осмотрения. Обязательно после возвращения в дачи, обязательно отработка от плохо, обязательно отработка от глистов, обязательно помыть животное, обязательно прочесать его, чтобы оно выглядело красиво. И если в сезон лета вакцинация не сделана, то обязательно вакцинировать еще. То есть, надо перед каждым летом, если ты везешь животное на дачу? Ежегодно. Ну, вакцинация вообще ежегодно делается, повторяется. Просто у каждого она в свой сезон. Кто-то весной перед дачей, а кто-то предпочитает после дачи вакцинировать. Поэтому это не принципиально, в какое время года. А если животное не ездит на дачу, его надо вакцинировать? Желательно. Желательно. Потому что можно инфекцию принести с обуви, с верхней одеждой. Дышал кот. Мы скоро пойдем к врачу. Хорошо. Значит, ну все, сделали всю вакцинацию, да, все прошли. Как к осени, может быть, подготовиться? Особые витамины или еще что-то нужно? Все-таки такая... Зависит от типа питания животного. Если у вас на натуральном питании, то, конечно, весна-осень – это период линьки, период смены шерсти, лето-зиму и, соответственно, как колеса меняют, там, лето на зиму. На зиму, да. Все, надо во время, а то все сделать просто. И, соответственно, витамины и минеральный комплекс. Если же у вас скот на забалансированных сухих кормах, в принципе, ничего не требовалось. Все. Ну что ж, пока все понятно. Если у вас есть вопросы, вы можете писать в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Я знаю, что там уже есть комментарии. Мы сейчас будем их читать, будем общаться вместе с нашими замечательными гостями. Кстати, у вас же сегодня еще будет важная миссия – выбрать победителя, который сегодня пишет комментарии, вопросы. Ну, самое легкое, наверное, было сегодня. Да, не думаю. Посмотрим. Ну, приятное достаточно. Это точно. Ну что, вот Серега Лимон говорит, может быть, может быть и к свадьбе. Это у нас наш зритель. Человек сделал ремонт. Который сделал ремонт. Мы решили, что, возможно, к свадьбе. Сошел со своей девушкой, и все у него замечательно. А вот Иван Малков. А у моей дочки сегодня день рождения, один годик. И для меня это самое яркое событие за лето. Счастье тебе, доча. Любим. Мы тоже присоединяемся. Вопрос. Какое лучше всего животное – дырить маленьким детям на дне рождения? Маленьким детям лучше не дырить. Дети должны быть подрощены, дети должны быть осознанно понимать, что это питомец, что это не игрушка, что за ним надо ухаживать, что его нужно беречь, любить, собаку, соответственно, выгуливать, за кошкой, соответственно, убирать туалет. Поэтому это только в осознанном возрасте желательно. Поэтому попугая их не поймать. Вариант. За ними ухаживать не надо. Там они летают сами по себе. Рыбки тоже, которые плавают, и за ними ухаживать не надо. Только кормить не забывать. Там же можно руку в аквариум дуснуть и поймать. А попугая не поймаешь. Вопрос к гостям. Ваша самая заветная мечта, если не секрет? Смотрите, есть два типа мечты. Есть мечта, до которой никогда не зайдешь. А есть мечта, которую можно исполнить прямо сейчас. Давайте, которая ближайшая мечта. Есть ли у вас? Ближайшая. Ну, которую можно исполнить в ближайшее время. Вообще-то, Максим, вопрос был про заветную. Ну ладно. Пока вы думаете, я еще... Съездить в Англию. О, отлично. Да, на стадион Ливеркубе и побывать на матче. Вы болельщик. Да, немножко. Выучиться на БРМВ и купить себе свою собственную машину. И на ней съездить в Англию. И на ней съездить в Англию, да. Через океан. Ну что ж, неплохо. Самое лучшее событие лета. У меня родилась первая родная сестра, пишет на Малина Шаблина. 22 года разница. Мы самая счастливая. Здоровья себе, Машенька. Мне нравится, что она на будущем первая. Она верит в родителей. Будет вторая, третья. Возможно, папа что-то обещал. Мама не возражала. Не переживай, это только первая сестра. Сейчас мы будем работать над второй. Руслан Лышаков спрашивает. Можно ли в три с половиной года кота кастрировать? Можно. Можно. Не будет последствий. Последствий не будет даже нужны, если он начал метить. Ага. А лучшее время? С шести месяцев и в любое. До бесконечности. Слышал, кот. У тебя все же впереди. Мы скоро идем к врачу. Мы ждем его уже. Вот еще комментарий. Переплыла плут прут в одиночку, а преодолела свой безумный страх быть съеденной рыбами. Вот такой вот. А где прут? В Амазонии где-то? Есть еще вопрос. Какая самая необычная и неподходящая кличка животного, которого вам приносили лечить? Валера. Валера? А кто это был? Ой, и хомяки были, и коты. Все разные. Как бы только не было с таким именем. Пирожок, сосиска. С таким именем. Валера же класс. Валерий, ну давайте в лоток. Ну опять под дверью. Николас Кейдж был. Николас Кейдж. Да, серьезно. Барселона была. Барселона была. Барселона, Челси, Месси был. А, у меня был кот на кастрации по кличке Путин. Путин? Да что ж вы. Я не знаю, за что. Ну, шкодил, видимо. Видимо, да. Также, почему... Не прошу вам следующий президент. Вопрос еще вот такой. Также, почему кот постоянно кончик хвоста лижет? Мне говорили, что это у него что-то там растет. Но выросли давно, а он все равно это делает. Нет, это что-то его беспокоит. Это тревожно. Это нервное расстройство. Либо, да, переживание. Либо не хватает ему внимания, либо дома какая-то суета. Либо наоборот, слишком дома спокойно и тихо, и он этим привлекает внимание. Либо его раздражает кончик хвоста. Давайте быть объективным. Либо его раздражает. То есть, какой-то стресс у него. У него какой-то стресс, да. Спрашивают, есть ли у вас домашнее животное. Есть. Расскажите. И клички, пожалуйста. Сейчас, Барселона, Челси. Нет, нет, нет. Валера. Кот Кузбасс у меня. Кузбасс? Почему так называли? Не знаю. Какие? Нет, просто Кузбасс. У меня кошка Нюша и кот Снежок. Нюша и Снежок. Кузбасс знакомы? Нет, слава богу. Познакомьте обязательно. Пусть побывают на Кузбассе. Ну и тут у нас еще спрашивают про мечту. Уже у нас был такой вопрос. Спрашивают, куда вас кусали животные и кто это был? У меня был здоровенный ротвейер. Да, зажал меня в углу и через намордник, в общем, чуть мне лицо не съел. Благо, там был хозяин, в общем-то, за 100 килограмм, и он просто не смог его сдвинуть с места. Вот меня хозяин спас. Ничего себе, то есть бывают такие. Бывают, бывают. И сквозь намордник кусали. Сквозь намордник за указательный палец боксер укусил. Чаушка за ногу укусила, даже шрам остался. Вам за вредность надо молоком выдавать еще? Дополнительно. Возможно. Опасный труд, опасная работа. Ну, знаешь, такие вещи, вот хорошо, что они помнят, да, и не забыли, нам сегодня рассказали, рассказали с улыбкой. Вообще, так, мне кажется, что можно такие и забывать, да, потому что, Максим, сегодня какой праздник? Какой? Последний день лета. А помимо этого еще? Не помню. Все, ты уже забыл. А вот наши дети, они сейчас все тебе правду и расскажут, потому что, друзья, сегодня мы поговорим про память и про забыльчивость. А, про эти, про провалы в памяти. Да, точно, точно. У детей всегда своя точка зрения, и мир взрослых они видят по-своему порой неожиданно. Чтобы раскрыть тайны их маленькой вселенной, мы будем задавать детям сложные вопросы. Ты когда-нибудь что-нибудь забывала? Это мое второе имя. Забывать все на свете, что есть только. Что последнее ты забыла? Взять вовремя книжки в библиотеку. Все. Обанкротила семью? Нет, мы продлили просто. А вы не из Симферополя, часом? Ты когда-нибудь что-нибудь забывал? Да. И очень много раз. Как сделать так, чтобы все вспомнить? Ну, как нам в школе говорят и в мультиках рассказывают, некоторые надо узелки завязывать, некоторые крестики на руках рисуют. И так вспоминают все. А некоторые пользуются нормальными техниками, будильники в телефоне ставят. Как сделать так, чтобы все вспомнить? Никак. Только если подумать, вспомнить половину дня и искать по всей комнате пару тысяч лет. А нам это надо? Нет. Почему взрослые люди чаще забывают, чем молодые? По-моему, так наоборот. А почему чем взрослее человек, тем он чаще забывает что-либо? Потому что у него заканчивается место в памяти. В чем исчисляется место в памяти у человека? Вроде в памяти у человека один терабайт. Почему учителя говорят, а голову ты дома не забыл? Потому что, когда мы все забываем, они так говорят, как будто мы голову забыли дома, а в голове все мысли и вся память. А как можно вообще голову дома забыть? Допустим, выйти на улицу, а голову, допустим, оставить в подъезде. Встречались такие люди тебе? Пока что нет. Почитай «Всадник без головы». Почему по субботам некоторые люди редко что помнят? Потому что у них выходной. А это значит... Можно все забывать за ту неделю. А каким образом люди все забывают? Развлекаюсь и в мозгу место пропадает. Прямо сейчас вспомнишь, что ты забыла? Я забыла... Отнесник. Отнесник. Отнесник? Отнесник. Мы забыли отнесник. Что такое отнесник? Это сокращенно отнести книги в библиотеку. Вот и все. Вот так вот. Человек забыл половину фразы, поэтому просто отнесник. Отнесник. Кого или чего чаще всего забывают? Судя по всему, поесть. Кого или чего чаще всего забывают? Ну если чего, это помыть руки после улицы. Или перед едой. А если кого? То это... То это... Юрий Лоза. Все правильно? Видимо, да. Я похож на человека, у которого амнезия. А что такое амнезия? Я не помню. Я похож на человека, у которого амнезия. Нет. Почему? Ну раз ты не забыл меня позвать сюда, значит нет. Я же говорю, я здоров. Что мы сегодня, друзья, обсуждаем тему. Это лучшие события этого лета. У нас в гостях, между прочим, ветеринарные врачи, Роза и Иван. И мы сегодня также можем задавать вопросы про ваших питомцев, про животных и им. И также сегодня вы можете выиграть подарок, сертификат в оптику. Ну что, прямо сейчас начинаем читать. В группе ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, можно писать туда. Вот Владимир КВН. У меня, к большому сожалению, не было самого замечательного события этого лета. Из-за коронавируса пришлось отменить долгожданную поездку на море. Ну ничего, все впереди. Осень впереди. По сегодня тоже не ездили. Все впереди. Мы тоже не переживайте. Мы тут все вместе. Мы все вместе. В одной цепке. Костя Наговицын. По сегодняшней теме мне лет запомнилось вкусными шашлыками и поездками на велосипеде. Вот так. Алина Шаблина. Вы мне напомнили сегодняшний сон. Приснилось, что у меня целый аквариум рыб. Между прочим, рыбки того самого. А я сказала, вот, я же говорила, что мне никого не надо. Вот так вот, друзья. Ну, это все к лучшему, потому что, друзья, вы теперь знакомы с ветеринарами. И у вас теперь будет все прекрасно. У меня, кстати, по поводу рыб. Вот по поводу рыб. У меня у одноклассницы дома был аквариум с пираньями. Ого. Кстати, вот по поводу экзотических животных. Каких животных экзотических и необычных? Вам приносили. Вам приносили. Много просто вопросов, поэтому мы решили объединить в одно. Лемур. Из последних дат и был лемур. С переломом. Задние лапы. Из цирка обезьянка была. Домашняя обезьянка была. Да, домашняя. У хозяина жила больше 10 лет. Разгромила кухню. Выпила уксус и что-то там еще. Жестоко там было все. Или это все-таки ребенок с выпускного пришел? Нет, это было реально обезьяна была. Хамелеон. Не потеряли? Хамелеон, змеи. Змеи были, да. А какие? Вот у меня вопрос. Хорошо. Я очень сильно боюсь змей. С какими симптомами вообще могут принести змею? Симптомами переезда автомобилю. На пополам. А. Хороший симптом. Ну, какая жуть. А страшно вот змеи? Конечно. Они же непредсказуемы. Они непредсказуемы. Страшно. Страшно. Ну, справляетесь. Ну, с переезженными, да. Один держит вот так вот за хвост и гриву. Ну, давай, зашивай. Ну, есть способы. Ого, меня аж немножко трясет от фразы змея. Самое страшное это джунгарский хомяк. А почему? Самое кусачее в мире, наверное. Его поймаете из сложной, из клетки хозяина. И, соответственно, нам на приеме тоже его трудно поймать. Чтобы что-то банально посмотреть, что-то сделать. Даже звучит страшновато джунгарский. У меня просто жили, да. Они действительно очень кусаются, я вспомнила. Причем такие вкусы очень... Глубокие. Болезни, да. Вот нам Костя Наговецин пишет, что у меня есть кошка по имени Платон и Мопс с кличкой Сэм. Вот так вот. Платон и Сэм. А вот спрашивают наоборот, каких животных к вам приводят больше всего, чаще всего? Ну, логично, что... Стандартно, кошки и собаки. Но кого все-таки больше? Кошек. 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 На порядок. Кошки не меньше ухода, поэтому больше их... Больше, да. А вот Нина Федорова говорит о том, что впервые в жизни стояла перед камерой вашего канала и отвечала на вопросы Алены, а мужчины с фотографией на Спаске. Это когда к нам приходил Михаил Немчанинов, я вспомнила. Это было незабываемо. Вот видите, целое событие у нас с вами произошло. А, ну и тоже событие теперь. Тоже у вас событие. Тоже у вас событие. Мы у вас побывали, да. Обращайтесь. Это прекрасно. Дарим прекрасное настроение всем, кто пожелает. Ой, тут спрашивают, какая самая экстремальная операция была и чем запомнилась. Можно рассказывать это или нет? Последнее. Ну и с последнего тогда это удаление легкого? Легкого. Полностью. Коронавирус был? Нет. Кстати, вот вопрос. Животные. Ну сейчас я думаю, что это даже насущный вопрос. Животные могут являться переносчиками этого вируса? Нет. У них свой вид вируса. И у собак свой коронавирус, и у кошек свой коронавирус есть. Для человека он не заразный, не опасный. И человек не может заразить. И человек не может заразить кошек и собак. Кот, мы в безопасности. А в пандемию больше стали, вот заметили, что у людей стало не появляться больше животных, а не их? Больше в плане того, что сейчас большинство сидит дома и больше внимания уделяют. И замечает, что кот там что-то не так почесал, посмотрел не так, не так меухнул. То есть больше внимания животным стало вперед в доме. То есть у вас стало больше работы. Больше работы дал. Хорошо. Какой звук животного вас испугал, спрашивает Руслан Лошаков. Кролики. Кролики. Они визжат. Они настолько громко визжат, что уши реально закладывают. Причем это неожиданно, непредсказуемо. И каждый раз не знаешь, завизжит он или нет. Кролики визжат? Да. Серьезно? Да, серьезно. У меня теперь цель в жизни появилась. Я хочу услышать, как визжит кролик. Ну, в нормальных условиях я не собираюсь никого мучить, но тем не менее. Интересно, как визжит кролик? Скиньте мне, пожалуйста, звук. Я хочу это услышать. А у нас тут скидывают уже в комменты фото своих любимцев. Запустил это карманный поэт. Кошка Чая, кот Кеша. Кошка Чая? Да, спрашивают еще, есть ли у ветеринаров какие-то приметы. Конечно, обязательно. На операцию нельзя снимать чошейник с... С собаки. С животного, да. Это какая-то плохая примета, да? Ужасная. Нельзя, ну, соответственно, выходим из клиники головой только вперед. Ну, когда после операции животное выносят головой только вперед. Ну, это как с людьми. Ну, да, да. На гормички тут нельзя. Лапами. Ну, еще спрашивают, можно ли самостоятельно в домашних условиях убрать склоченную шерсть у кота без подхода, прихода к специалисту? Можно. Либо машинкой сбриваем, либо с помощью специального триммера. Расчесываем. Если не сильный колтун, можно их растеребить. Да, процесс неприятный, конечно, для кошки. Мне нравится, когда, получается, шесть дергают. Это то же самое, что у нас волос дергать. Это некомфорт. У меня еще один вопрос. Все, все кошатники поймут. Когда кот и кошка вылизываются, они еще делают так вот. Постоянно. Что это такое? Они просто кусают свою кожу, кусают свою шерсть. Ничего такого вообще. Это для них очень не явление. Да, самоудовлетворение. У меня вопросы закончились. Это нормально. Это нормально. Все, я не переживаю. Ну что ж, друзья, мы сейчас буквально ненадолго прервемся. У нас есть необычный рецепт для вас, кстати, который вы можете приготовить, знаете где? Микроволновки. Смотрите, что из этого получилось. Сразу после вернемся. Привет, ребята! О, как здорово, что вы сегодня пришли сюда, на мою кухню. Потому что я вам сейчас расскажу тайну, которую вы, возможно, не знали. Если вы приходите с работы злой и не знаете, что приготовить себе за три минуты, потому что через три минуты начнется супер важный футбольный матч. Поэтому сейчас мы с вами быстро приготовим на ужин суп в микроволновке. Вы спросите, что, Коля? Ты с чего? С ума сошел? Нет, не сошел с ума. Дело в том, что все можно приготовить в микроволновке, любое блюдо, которое вы думаете. Но сегодня это будет суп. Для начала мы берем курицу и дальше нарезаем ее небольшими кубиками. Кстати, лайфхак вам один, который я сам нашел. Разморозить курицу можно тоже в микроволновке, поэтому, ну там чуть подольше рецепт становится. Все, берем емкость, берем куру, забрасываем ее туда. Вот такими вот нехитрыми действиями, движениями. Если у вас есть более хитрые действия, и вы хотите выпендриться, можете, в принципе, покидать ее с расстояния, но с едой играться нельзя, как я помню. Берем воду, наливаем ее в нашу емкость. Воду мы налили, берем соль, добавляем соль в бульон. Далее берем вот эту емкость красивую и ставим в микроволновку все. Максимум и примерно на 3 минуты. Бульон начинает вариться. Пока что мы приготовим для него картофельную. Что для этого необходимо? С ножа картофелина и дальше красиво-красиво отрезать. Берем картофель, уже наш готовый, и нарезаем его кубиками. Кубики можно поменьше, соответственно, чтобы картофель приготовился быстрее. Проверим, как там у нас сейчас наш бульон. Опа! Проверили, как это все у нас получается. Вот, уже гораздо лучше. Курица, в принципе, сварилась. Все. Поэтому можно закидывать картошку. Убираем в микроволновку еще на пару минут. Ждем. Так, достаем. Достаем и сразу убираем чуть-чуть основы этой верхней белой жижи, потому что она не очень приятная. Ну и чуть-чуть перца. Чуть-чуть перемешали и еще на одну минутку, буквально, чтобы все схватилось, приготовилось и классно было. Если вы хотите, в теории туда можно добавлять все, что угодно. Можете добавлять лук, можете добавлять зелень, можете добавлять какие-то ингредиенты, с которыми вы обычно едите суп. Собственно, это все должно быстро приготовиться. Еще на одну минуту в микроволновку и погнали. Самое главное, вы помните, что вы готовите на себя одного любимого. Этой порции не хватит на двух человек. Ой, даже немножко водичка выкипела. Неожиданный совет. Вода может выкипеть. Поэтому я немного переборщил с количеством твердых тел внутри. И вода чуть-чуть выкипела. И немножечко запачкала в микроволновку. Но вы не бойтесь, мы ее отмоем. А блюдо у нас, по-моему, готово. Суп получился бульон отменный. Как в лучших ресторанах города. Только если бы они готовили все в микроволновке. Вот и все, друзья. Готовьте так, как вам нравится и с помощью того, что вам нравится. Это был Николай Захарченко. Спасибо вам. Приятного аппетита. Давайте наслаждаться жизнью, такая, как она есть. Приятного аппетита, если прямо сейчас вы ужинаете. Но мы продолжаем. У нас есть вопросы. И вот у нас вопрос от зрителя. Боятся ли кошки огурцов? Мы смотрелись, видимо, видео в социальных сетях. Что на это ответить? Кошки огурцов не боятся. Они боятся больше эффекта неожиданности. Не ожидают, что что-то сзади будет. И кто-то сзади. Любой предмет так положить, они испугаются. Так что, пробуйте на помидорах. Пишут нам еще. Естественно, у меня был джунгарский хомяк. Спасибо, родители, за счастливое детство. Человек писал вот так вот. Скидывают котов своих. Очень здорово посмотреть. Спрашивают, приносили ли хищников. Вот мы уже рассказали, да, про это. Хищные птицы приносили. Хищные птицы были. Совы, орлы. Ну, нет, не орел, там был ястреб. Ястреб, да. Дорояный такой хороший. И сов больших, прям вот большевременный. Еще спрашивают, почему кот долго думает, прежде чем прыгнуть? Приноравливается. Перепрыгнет и оценивает расстояние, сможет он или нет. Ну, либо патология со стороны скидера. Да, что ему больно. И он не может долго приспосабливаться. Позу выбирает какую. Ну, мы лучше за расчеты, да? Да. Пусть думает. Ну, и вот нам пишут, спасибо за трансляцию ВК. Мы играем в волейбол и совмещаем с просмотром вечерней в пятки. Вот это здорово и есть фотография. Ну, что? И на этом мы закончим. Да, но... Читать комментарии. Не закончим с подарками, потому что нужно выбрать, кому же достанется этот сертификат, кого мы сегодня порадуем. Какой комментарий вам понравился? Дочке. Один год. Один год. Один год дочке. Поздравляем, Иван Малков. Вы получаете этот сертификат, друзья. Ну, что у нас сегодня были, друзья, ветеринарные врачи. Иван и Роза, да, ветеринарный хирург. Если вам вдруг нужно будет посмотреть на вашего животного, да, просто приведите на осмотр. Они порадуются, скажут, что все прекрасно. Все сделаем в лучшем виде. Да. Ну, что, поздравляем вас еще раз с праздником. Друзья, всем хорошего вечера и завтра уже не забывайте, что будет осень. Пока-пока. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok